Первый Уважаемые участники сегодняшнего вечера, я смотрю, полный зал у нас, такого никогда не было на яхтинских праздниках, и это, конечно, замечательно. В течение многих лет мы проводим такие мероприятия, такие хорошие вечера, иногда менее наполненные, иногда более, когда люди вспоминают нашего замечательного поэта. Обычный праздник поэзии Якушева, это одно дело, но сегодня замечательная дата, сто лет. И общим решением мы договорились провести этот вечер немножко по-другому, не рассказывать о нем, а дать самому поэту рассказать о себе своими стихами, своими дневниками, фотографиями, которые вы посмотрите. Потому что ничто, как творчество, не отражает сущность поэта, его взгляды, его пристрастия. И если человек полюбил поэзию Якушева, он потом найдет и биографию его, и какие-то сложные моменты, и лучшие любимые стихи. И вот цель нынешнего вечера. Поэтому спасибо всем, кто готовил это мероприятие, способствовал этому. Во-первых, конечно, работникам библиотеки. Я скажу, что труд был нелегкий. А сейчас я хочу предоставить слово коллективу любителей театра и поэзии под руководством Юрия Андреевича Балдина. А вам хорошего вечера. Когда-то по утрам я просыпался, наполнен светлым радостью рассвета, тревожным и счастливым ожиданием того, что в этот день произойдет. Мир открывался яркий и веселый. Луч солнца, золотистый, как солома, лежал у ног моих ковровой дорожкой, по которой предстояло мне идти. Я шел по ней. Мне подчинялись травы. Мне запахи впервые открывались. И первые названия вещей. Вот это пятилистник ярко-красный. Тройные листья желтенькой медунки. И солнцегляд янтарный молочай. Мир ждал, что я войду в него. И разгадаю. Его наполню песнями и смехом. И дерзостью неповторимых дел. Да, для меня цветы на свете жили. И девушки мне щедро улыбались. И вдохновенно щебетали птицы, названия которых я не знал. Мир был непознан, но понятен. Уже я знал, что он хочет мне добра. Уже я знал, что люди умирают. Но верил в то, что сам я не умру. Уже я знал, что есть на свете зло. Но твердо верил, что оно случайно. И что граница между добром и злом проходит через сердце человека. В дневниках Николая Михайловича мы читаем. Всю жизнь благотворно действовали на меня стихи и песни, услышанные в детстве. Я полюбил красоту слова. В четыре года я научился читать. Когда пошел в школу, я стал сочинять стихи. И в пятом классе в свою тетрадечку со стихами я записал свое кредо. Я поэт. Вечерами тихими, полными покоя, Кто из нас не слыхивал песню за рекой? Где-нибудь под звездами, посредине лета, Что мне не опознанно, до конца не спетно? Хорошо ли, худо ли, без конца, без края? В ней тоски и удали, сила молода, Светлая ли, грустная песня за рекой? Что-то очень русское, очень дорогое. Рассвета скупая полоска, За ветром летят журавли, Напрасно за ними березка Стремится сорваться с земли. В порывах подветренных мучасть дрожит, Как дрожит человек. Землей ее горькая участь Корня не сбезала навек. А ей бы свободу такую, Чтоб птицы догнать не могли. И кто ей смешной растолкует, Что небо виднее земли, Что вся ее радость на свете, Всеобщее счастье со мной. Любить это небо и ветер, Навек оставаясь земной. Люблю старинные словечки, Они точнее, чем стихи. Вот черенкой назвали речку, Она провела с черенхи. А может, здесь допущен гром, По берегам белым вела, Белый хипень и черебу, Она название повела. И, может, слово смысл утерет, Лишь давних дни глухая вещь. Но я по-прежнему уверен, Ну, кроме смысла, что-то есть, Наполнен радостью и грустью. Я разлюбить не смогу, От слов старинных пахнет Русью, Как от ромашек на лугу. На самом утре жизненных дорог Шли облака цветистыми краями. Шопеновского вальса ветерок Летел по белым клавишам рояля. И до конца Моих земных дорог Богатых дружбой, Болью, Именами Шопеновского вальса ветерок Пусть кружит пыль моих воспоминаний. Опять лесами Бродит осень, На сучьях вымокших осин, На темных кронах Медных сосен Висит заплаканная осень. Листвы сырая позолота, Щетина ржавая хвои, Сквозь буреломы болота Тропинки тянутся мои. И я иду, Скользя по грязи, Дождем иссеченных крутин, Передо мной, Пока без связи, Куски разрозненных картин. Короткий взлет Пугливой цапли, Как бы застывший на весу, Брусники, Кровяные капли, Одеты в злобкую красу. Стоит рябина В яркой кофте, Берез, Лимонно-желтый лист, И корневищ Железных когтей, В суглинок намертво Впились. И эти корни, Траву, тучи, Скупая память, Соберет, Чтобы хранить на всякий случай, И через жизнь Нести вперед, Чтобы за сотни километров Тот край, Который мне знаком, Пахнул в лицо Сентябрьским ветром, Лесным И лажным сквозняком. Чернила не кровь, И строка не душа, Но есть исключительный случай, Когда замираешь, Порой не дыша, Над поиском редких созвучий. И в эту минуту, Над словом склонясь В сплошном отрицании покоя, Поймешь ты, Со временем держится связь Одной, Неразрывной строкой. Когда ж эту строчку Ты все же нашел, И ей уже некуда деться, То трудно понять, Где кончается стих, А где начинается Сердце. Николай Михайлович говорил, Настоящие строчки, Они рождаются От высокой температуры души. А эта температура Повышается От личного ощущения И осмысления Своих жизненных невзгод Или ощущения счастья. Но это, к сожалению, Не всегда в нашей власти. Ты все твердишь, А мы не в нашей власти. Ну что, давай поговорим О счастье. Бывает так, До седины в висках Живет иной в беспечности Старея, Всю жизнь пытаясь счастье Отыскать В пятиконечных лепестках Семьи. Мечта одна, Достаточный Устойчивость Семейного уклада. Он твердо верит, Счастье выдают В одно окошко С месячным окладом. Удобный мир, Без грусти и тревог, Где горя нет, А радости так много. Для нас с тобою Счастье не итог, А дальняя, Нелегкая дорога. Подъем и спуск, Трясины и вода, И снова в путь Сквозь рытвины И кручи. А счастье, Что ж, Оно с тобой всегда. Упорный труд, А не счастливый случай. Смотри, Платы уходят по реке, Над верстаком Склонился низко мастер, Мальчишка держит Саженец в руке. Здесь все, Что вскоре Станет счастьем. С утра по горло Втянутых дела, И в жизнь Ее неистово Разливом Мы знаем Счастье, Как и похвала. Пусть люди Назовут тебя счастливым. Ты можешь Не почувствовать его, Оно не грусть, Не ноши за плечами, Но разве счастье Меньше от того, Что мы его порой Не замечаем? Юности свойственна Жизненная энергия. Мы жили, Ветер свистел в ушах, Нервы были натянуты, Как струны, Эмоции выплескивались. Казалось, Все есть для того, Чтобы на бумагу Ложились настоящие строчки. Но всеобщая многоступенчатая бюрократизация Проникла во все поры управленческого механизма. Она уничтожала все живое, Уничтожала все человеческие чувства. Я наступал на горло Собственной песни. Я научился писать Печатные стихи, Давя в себе Лирическое начало. Нельзя. Мы жили, Ветер свистел в ушах, Отринув начисто покой Со светлой Искоркой взгляда, Как насмотрящих на огонь. Так что же, Песню пой. Пусть юность Входит с этой песней Навстречу завтрашнему дню. Случилось жизненной карьере В районе вечной мерзлоты Ломать в заброшенном карьере Седого мергеря пласты. Морозом скованная глина, Как символ северной земли, Здесь ничего Увалда с клином Уже поделать не могли. То место Было знаменито По песне Катажным словам. Горячий выход аммонита Под ножки сопки разорвал, И вот На этом самом месте Гремя обломками скалы Зубатый ковш С породой вместе Над нами поднял Кандалы. Они свисали Хищной плетью Тугими звеньями звеня Наследство прошлого столетия В змеином облике храня. А те, Что гордо их носили, Ни слова боли не сказав, С листов истории России Пытливо смотрят на глаза. Какой-то повиной с власти, Опершись молча на ломы, По молчаливому согласию Мы сняли шапки с головы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Самое важное впечатление в моей жизни Это 17 лет проведенных в сталинских лагерях Это для меня, но ведь была еще и война Война уносила и стоила моей стране Более 20 миллионов жизней Но мне кажется, что сталинский произвол Стоил моей стране дороже Война уничтожает каждого А сталинский произвол выборочно выбирали лучших Видно, вы кому-то не потратили Не прижились в собственном дому Говорить о трудной биографии Это нам под старость ни к чему Нам дорога выпала другая И пускай мы не были в бою Я такой тебя припоминаю юность Безымянную мою Заменяли имя номерами Вычеркнув надолго из живых Верьте, мы не хуже умирали, чем ребята на передовых Стетоскопом в грудь себя толкая Слушает он стон моей души Врач пытает А статья какая? 58-я Не дыши, не думай, не надейся Все равно ты старый, молодой Как похож сейчас я на индейца Загорелый, как скелет худой Врачен мне по возрасту папаша И чего, дружок, еще папаша До конца, как видно, далеко Знаю сам, дела мои плохие Может, даже этой весной Слепота, пелагра, дистрофия Притаились за моей спиной А страна в тот час врага громила И совет давала мне простой Я тебя вскормила и вспоила Слышишь? Подержись еще, постой! Эту боль российскую не троньте Нам винтовок не дали тогда Мы стояли, как стоят на фронте Насмерть на бессмертные года И товарищ мой, Серега Левшин Говорил в те тягостные дни На виду стоять Оно полегче Ты попробуй выстоять в тени В этом мире есть все Чтобы дети не плакали Чтобы детское сердце не знало беды Есть земля с золотыми цветами и злаками Есть огромное небо и чистая свежесть воды В этом мире есть все Чтобы стал он простым и красивым Чтобы дружбою руки скрестились навек горячо Но нельзя забывать Про ослепших детей Хиросимы И про тех, кто сегодня На страшную смерть обречен Да, они еще живы Они еще могут смеяться Ненавидеть, любить и приветствовать песни восход Но уже белокровие Этот гибельный яд радиации Убивает потомство на сотни столетий вперед Дети плачут на всех языках одинаково Нам достаточно сил Чтобы мы от беды сберегли От жестокой войны С ее цепкими лапами Плодородную щедрость Любви и земли и воды В этом мире есть все Чтобы дети не плакали Будьте бдительны Честные люди земли Беда настигнет Недругов коварства Или просто разуверитесь в любви Есть старое, но верное лекарство Ищите встреч с людьми Замкнется круг Попробуй разорви Друзья отвергнут Люди окривещут Ищите встреч с людьми Обстанут мысли черные О смерти Бывает и такое, черт возьми В целебность одиночества Не верьте Ищите встреч с людьми Они напомнят вам Что небо голубое Что мир велик Что горе Не беда Что человеку жить нельзя С самим собою Ищите встреч с людьми Всегда Люди Народ Сколько сказано И говорится О нем с определением Для Во имя И так далее А что такое народ? Это Абстракция Это Спекулятивная фигура Для лозунгов Народ Я Народ Ты Народ Мы Народ Спекулянт Который дерет с меня Три шкуры за продукты потребления Народ Народ Накопитель Который подчинил себе Все Лозунгом Мне 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 Народ Рабочий Копеющий в цепи Для того Чтобы прокормить Свою семью Это тоже народ А уланова Танцующая На кровавленных пальчиках Это разве не народ? Народ Пьянчушка Которого волокут В милицейскую Синеглазку А он разве не народ? Какой же ты странный Какой же ты разный По натуре Характер Душевым качеством Народ Это о нем Сказал один из королей Мой прекрасный Мой подлый народ Я плохо верю В дружбу тех Кто от удачи Ослеп Кому легко Дается смех И достается хлеб Я не могу Поверить в вас Без скидок И всерьез Кто не хлебнул Хотя бы раз Горячего до слез Кто не изведал Никогда Оврала жаркий пот Когда нежданная беда В обрезок Рельса бьет Кто не слыхал Металло-хруст Промерзшего Насквозь Кому носить тяжелый груз Ни разу не пришлось Чтоб кончив день Как трудный бой Не раздевая свеч Чтоб даже ночью Снилась боль Уставших за день плеч Надежной дружбой Дорожат Я крепко верю в тех Чья раскрывается душа От добрых слов На всех На всех Костер На всех Вода И ужин Будь он скуп А курок друга Никогда не обжигает губ Пусть ветер бьет И крутит снег Сверепых декабрей Сквозь с них Прошедший Человек Надежный И добрей Волк Уходил Легко И резко Собачий лай За ним утих Но в мерзлых Зарослях Подлеска Комок свинца Ему настиг Уже обложенный облавой Теряя кровь Почти без сил Тугое горло Волкодава Он как тростник Перекусил И вот Конец Игребец Справил Он обрывает Тяжкий бег Своей кровью Наст расплавил И головой Уткнулся В снег Еще он слышал Как угрюма Скрипела старая сосна Была проста И непривычно В ушах Как вата Тишина Он крови слышал Еле-еле И сердца Гулкие толчки И стекленели Стекленели Его недвижные Зрачки Но довелось Увидеть Волку Как напрямик Через овраг Шел человек Неся двустволку Его Исконный Страшный Враг И неуклюже Пощенячий На брюхе Он пополз К нему Как бы застыл В глазах Незрячих Вопрос Последний Почему Кто виноват Что на планете За право жить Идется спор И человек ему ответил Из двух стволов Почти в упор А утром Шло И шло С востока Метя поземкой В декабре Тупая Страшная Жестокость Еще Ты бродишь Под снегом Меня Не обошли Вы стороной Хотя Удельный Вес Мой Невелик Как вам легко Расправиться Со мною Лихие Собиратели Улик По закоулкам Жизненных Тропинок Старательно Выслеживая След Из полуправды Собранных Крупинок Умело Создаете Мой Портрет Он К спиртному Издавна Приучен Легко Умеет Наживать Врагов Он Нажит Язык Бывает Неводержен Всю жизнь Не вылезает Из долгов По городу Ночами Бродит Часто Оправдываясь Тем Что он Поэт Он Не умеет Уважать Начальство Чем Подрывает Их Авторитет Считаться С общим Мнением Не может Упрямо Не желает Жить Как все Все это Правда На меня Похожа И можно Смело Заносить В досье И И все Он Наттонко И упрямо В суждениях Этих Скользких Как Ужи А что В них Есть Когда В них Нет Ни грамма Нечистой Правды Не открытой Не открытой Лжи А что Вам за это Подлецей В то место Откуда Ты родом Когда Доживешь Досидим Вернись И с родной Природой Останься Один на один Осеннее Дышит Прохлада Развертывай Свиток Потерь Задумай Что тебе Надо И что Тебе Делать Теперь Под Сенью Березовой Рощи На пене Бомшелой Присесть И Жизнь Тебе Кажется Проще И Сам Ты Моложе Чем Есть И В эту Минуту Покоя Забытый Откроется Свет Припомнится Что-то Такое Чем Названия Нет И Мамина Песня Про Лучи И Месяц Светящий В окно И Все Что Что С С Тобою Случилось И Все Что Случиться Могло Где-то Я Прочитал Такое Слово Нехотяй Нехотяй Это люди Которые Ничего Не Хотят Не Умеют Хотеть Это Люди Без Желаний Я Подумал А чего Хочу Я Я Хотел Написать Книгу Самую Главную В моей Жизни Я Хотел Бы Счастья Своим Сыновьям Какое Только Возможно Сегодня Я Хотел Бы Чтобы Спокойно Невозмутимо Длилась Старость Моей Жены И Еще Я Хотел Бы Такого Какого-то Большого Возвышения Триумфа Моей Страны Всеобщего Похорошения Чтобы Исчезла Лож Клевета Приспособленчества Казнократства И Как Высшая Форма Вот Этого Триумфа Я Хотел Бы Свободное Мнение Взаимоотношения Духа Которые Объединены Единым Стремлением К Одной Общей Цели Личным Стремлением А Не Навеянным Казенными Лозунгами Или Вюрократическими Какими-то Доктринами Указаниями Указаниями Нет Меня Никак Нельзя Назвать Нехотяй Нехотяй Нет Я Не Нехотяй Всю Ночь От страха Еле Живы Искали Птицы Тишины А молнии Вздувшиеся Жилы До синевы Напряжены От злого Грохота Тупея Зверье Покинуло Леса Как Репетиция Помпей Шла Первобытная Гроза И сквозь Тучнеющие Тучи Прорвав Прореху В небесах Корявый Ствол Вошел Колючий Крутого Рощерка Зигзаг Вернул Хвостом Почти Полисьи Сбираясь Кверху По стволам И на траву Валились Листья С огнем И пеплом Пополам Шипя Обугливалась Хвоя Огонь Обгладывал Листву И вступленно Все живое Взывало В страхе К божеству И лишь один В дыму И мраке Прополз Сквозь заросли Травы Горящие ветки Первый факел Вдруг Поднял Выше Головы Под сводом Каменной Пещеры Он Обессиленный Прилег Огонь Небесный Злой И щедрый Лежал Поверженный У ног Он освещал Сердца И лица Глаза Восторженных Детей Так Начинал Огонь Трудиться Так Начинался Прометей Загруститься Иногда Мало дней Осталось Неужели Навсегда Наступила Старость Слушай Милый Человек Говорю Уверенно Старость Это Не навек Старость Это Временно Верно Гасят Годы Смех Изменяют Лица Только Годы Старят Тех Кто Всего Боится Тех Кому Земля Видна Этот Мир Зеленый Из Раскрытого Окна Или Жиз Балкона А ты Возьми-ка Пасашок Да В дорогу С песней Посмотри Сентябрь Зажег Наше Краснолесье А над ним Плывут вдали Облаков Стремнины Залегли Моей Земли Русские Равнины Поглядишь Как В первый Раз Раз Вдохнешь Глубоко Но Бывает Что Погас Человек До Срока Нет Любви К Родным Землям Не Волнует Волга Вот Тогда Считай Что Стар И Уже Надолго Как Меня Называют Человеком Без Убеждений Зачем Мне нужны Убеждения Которые Диктуют Мне Как Мне надо Постоянно Вести Что Мне Хорошо Что Плохо Что Такое Зло Что Такое Добро Что Такое Красиво Что Такое Уродливо Это Убеждения Общественные Вот Говорят Венера Милоская Образец Женской Красоты А у Меня Есть Свой Образец Женской Красоты Попробую Я Сказать Против Общественного Умнения Голову Свернешь Нет Убежденность Это Волевой Акт И Самые Убежденные Люди Это Фанатики Паранойки Деспоты Убежденность Ее Пожалуй Нет У большинства Людей Можно Соглашаться С общественным Мнением И совсем Не обязательно Его разделять Главное Соглашаться И тогда Тебе Обеспечено Комфортное Существование Нормальный Человек Свободен От всяких Убеждений Нельзя Программировать Представление Убеждения На всю Жизнь Убеждения Это Приводит К Догматизму Вот и все Последняя Найдена Строчка Дописана Книга Поставлена Точка Кто знает Что дальше Пусть в строчках И дальше Ни капельки Фальши Ни строк Полуправды Ни строк Полулжи Не можешь Так лучше Перо Отложи Под осень Чудесная Ясность В природе И ночь Под луной Несказанно Чиста Пусть Кто-то По строчкам До полночи Бродит И сердце Как ноты Читает С листа Кто сказал Что будто бы Случайно Жизни Нескончаемая Вьюга Лебедей Влюбленное Вничание Запах Снега Теплый ветер С юга Мы Травою Были До рождения Радугой Лесными Сквозняками Но В порыве Самоутверждения Сотни Раз Погибнув Возникали Студенистым Сгустком Продоплазмы Собираясь В торчевой Модице Чтобы Вновь Живительную Спазмой В этом шумном Мире Повториться Чтобы Застучало Сердце Туго Чтобы Вновь И радость И печаль Снова Вьюга Снова Ветер С юга Лебедей Влюбленного Влюбленное Вничание И опять Злохвачен И неистов Ты нальешься Беспокойной Кровью Пеночки Двухоборотным Свистом Греешь По лесному Подмосковью Среди Трав До лаковостей Мокрых Среди Звезд Высоких И зеленых Молнии Пронзительный Автограф Пишется В твои Тугие Строчки Море Как бессонница Нахлынет Ветер Прозвенит По струнам Строчек Вечен Ветер Вечный Ветры С юга Лебедей Влюбленное Вечание Дорогие друзья Мне бы хотелось Поблагодарить Директора Максимального Учреждения Культуры Централизованной Библиотечной Системы Рыбинска Носу Наталью Владимировну За предоставление Возможности Проведения Такого мероприятия Вот в этом Прекрасном Зале Аплодисменты 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 Прозвучали В адрес Заместителя Ирины Геннадьевны Куликовой Которая Конкурировала И Попровождала Систем Затус Этого Мероприятия 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 Аплодисменты Мероприятия 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 Слыхали ли вы, когда смирил об унилый и красной? Слыхали ли вы? 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 Слыхали ли вы, ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ